В зале более 150 человек, представители общественных движений, советов, культурные деятели и благотворители. Все те, кто призван олицетворять собой гражданское общество Кубани. В таком составе они встречаются часто, чтобы обсудить важные проблемы и главное найти их решение. Но сегодня особенный повод. Общественная палата Краснодарского края празднует первый серьезный юбилей. Активисты региона уже на протяжении пяти лет стоят на страже интересов кубанцев. Поздравить их сегодня приехал губернатор Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания Край Юрий Бурлачко. Глава региона отметил, что за эти годы общественная палата стала той структурой, где научились не только слышать проблемы людей, но и решать их совместно с властью. Очень важно, чтобы не просто популяризировать тему, которая, конечно, сегодня где-то нуждается в том, чтобы ее обсуждали и люди ждут сегодня. Друзья, они не обсуждений ждут, и не документов ждут, и не соглашений ждут, реальных дел они ждут. Сегодня мы реализуем множество проектов в самых разных сферах. И важно понимать, коллеги, какой отклик находят наши действия, наши решения у простых людей. Каждый из нас ожидает эффект от своей деятельности, от деятельности власти, либо от деятельности общественной палаты. Эффект. Народ ждет реальных результатов. Поэтому одинаковые требования у жителей края к власти и к любым общественным некоменческим организациям. Одинаковые. Результат. Вот и все. Надо понимать, что мы должны стать таким гармоничным обществом, не делясь, а вместе одно целое, которое и добивается результата. Еще один важный аспект нашего с вами сотрудничества – это экспертиза законопроектов. Право проводить его в рамках нулевого чтения данного общественной палаты Краснодарского края законом. И совместную работу в данном направлении мы продолжим и в дальнейшем. Отмечу, что повышать качество законотворческой деятельности призваны и созданы при комитетах Кубанского парламента экспертные общественно-консультативные советы. Вот такое название длинное, но тем не менее за этим названием стоит достаточно серьезная работа профессионалов, потому что без заключения членов экспертно-консультативных советов не выходит на рассмотрение законодательного собрания Краснодарского края ни один документ. Представители общественной палаты входят во все экспертные консультативные советы не только в крае, но и в стране. Каждый законопроект, который рассматривают депутаты ЗСК, сначала обсуждается активистами. На Кубани реализуется множество федеральных программ в разных сферах, поэтому необходимо понимать, какой отклик у людей находит все то, что происходит вокруг них. Пристальное внимание общественности требует реализации майских указов президента, коллегии, сегодня национальных проектов. С вашей стороны, конечно, требуется реальный контроль, насколько мы продвигаемся. И здесь вы незаменимые помощники сегодня власти. Незаменимые, и муниципальные, и, конечно, краевые. Вот здесь должна быть ваша принципиальная оценка ситуации. Так вот, коллеги, важно контролировать расходование бюджетных средств, в целом по всем программам. Контролировать, чтобы эти деньги, на самом деле, привели к результату, который окружает сегодня реально жителей нашего края. И этот результат должен быть видимым, видимым. Вот наша с вами стратегическая задача. Ежегодно общественная палата края готовит доклад о состоянии гражданского общества. В документе прописаны результаты работы, а также новые инициативы. Среди приоритетных направлений у общественников – поддержка НКО. На Кубани их насчитывается около 6,5 тысяч. Большая часть из них – волонтерские организации, желающие изменить жизнь людей к лучшему. В этом году финансирование общественно полезных программ некоммерческих организаций увеличит почти в два раза. 16 миллионов рублей до 30. Волнуют активистов и вопросы экологии, проблемы утилизации ТБО, очистка воды и увеличение зеленых зон. В докладе, который представила председатель общественной палаты края Любовь Попова, указаны ряд предложений, которые призваны решить озвученные проблемы. В завершении своего выступления она добавила – открытый диалог между властью и народом налажен. Своевременно идет обмен информацией, оперативно решаются вопросы, снижается социальная напряженность населения и повышается уровень доверия к властью. Для нас закрытых дверей в учреждениях власти нет. Нам открывают дверь, нас слушают, принимают. И если мы аргументированно доказываем какой-то вопрос, то вместе, потому что власть принимает решение. Важно, чтобы прописаны инициативы в документе не остались на бумаге, отметил губернатор. Начинать нужно с себя, со своего коллектива, города и района. И тогда проблемы гражданского общества можно будет решать сообща. У всех процессов, даже негативных, которые в обществе происходят, есть предпосылки. Каждый может, если он на самом деле проникнется в ситуацию, примерно где-то почувствовать, чем она закончится. Общественным организациям не направить ли силы, на самом деле, на том, чтобы в обществе у нас не убирали, а не сорили. Вот в общем вопрос. Вместе, я еще раз говорю, вместе давайте попытаемся призвать просто к нормальному поведению. На своей земле, в своем муниципалитете, в своем крае. Почему нельзя так сделать? Да вот подумаем над этими механизмами. Нет, надо власти указать, и все, и считается, работа сделана. Неправильный. Неправильный подход. Вот здесь его нужно конкретно и в корне менять. Общественные советы при палатах сегодня действуют и в муниципалитетах. Некоторым еще и года нет, но даже за это небольшое время им удалось воплотить в жизнь самые важные социальные проекты. Активистов даже можно назвать голосом народа. И к ним идут самыми насущными проблемами и трудностями. И отчитываются они в первую очередь пережителями городов и станиц. 18-й год был годом становления, но определенные, конечно, достижения уже есть. Есть определенные проекты, которые мы реализовали по общественному контролю за детским оздоровлением, например, детей, за использованием спортивных сооружений. Самый главный вопрос – это те вопросы, которые перед нами ставят жители нашего района. Это многодетные семьи, это социальные незащищенные группы. И вот такой один из проектов, который мы сейчас осуществляем – регулирование вопросов оплаты ЖКХ. Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко поблагодарили общественников за благотворную работу в прошлом году. Самые активные – активисты. Получили грамоты и благодарности из рук главы региона и председателя ЗСК. Первый юбилей – это лишь следующий шаг на пути к решению проблем кубанцев. Яна Бузычкина, Алина Сорокина, Алексей Комаров и Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.